Приветствую! Рассмотрим витамин А, жирорастворимый витамин. Витамин А получил такое буквенное обозначение, потому что был открыт первым из всех известных витаминов. В научной среде больше известен как каротин. Название происходит от слова «карот», в переводе с английского «морковь». Именно этот овощ открыл ученым предшественников витамина А. Только позже, уже в результате продолжительных исследований каротин был обнаружен почти во всех продуктах растительного происхождения. Витамин А, ретинол, ретинальд, диагидроретинол, ретиноевая кислота. Предшественники витамина А из растений – это каротины. Альфа, бета, гамма каротины. В настоящее время принято говорить только о бета каротине, который получают из моркови. На самом деле в природе существует три каротина, как я уже сказал, альфа, бета и гамма. Каротины ферментативно расщепляются ровно пополам. И из одной молекулы каротина получается две молекулы витамина А. Принято говорить, что с одной весовой единицы каротина получается две весовых единицы витамина А. Это действительно так в пробирке. Что касается организма, с его разнофазными системами, с переносами и так далее, то реальное соотношение является 6 миллиграммов бета каротина равняется 1 миллиграмму витамина А. Это соотношение соответствует действительности и все расчеты ДОС производятся из этого соотношения, а не истеритического. Для доставки витамина А нужен специальный белок, ретинол транспортирующий белок, в состав которого входит цинк. Вот как раз тоже лишнее подтверждение того, что каждый витамин сам по себе по отдельности не работает. Даже если у вас нормальное поступление витамина А, но при этом нету белка, потому что вы не едите животный белок, я уже говорил, там будет отдельная лекция по аминокислотам, что не все мы можем получить из растительной пищи белки. Нету цинка, то витамин А ваш самое мало, никуда не достанется. Вот этот белок специальный переносит витамин А из печени, где он образуется из бета каротина. Такое мишень и этот белок цинк зависимый, поэтому когда мы говорим о применении витамина А, даже если речь идет о фарм препаратах, мы должны знать, что организм одновременно должен быть обеспечен цинком. Из ретинола образуется трансретиноевая кислота, это уже прогормон. Доза витамина А определяется биологическим тестированием в международных единицах МЕ. Тем не менее, простое вот такое соотношение 1 миллиграмм равняется 3300 МЕ. Очень удобное использование весовых единиц международных уже в зависимости от необходимой суточной дозы, полученной путем биологического тестирования в МЕ, можно на аптекарских весах определить дозу даже в домашних условиях. Среднесуточный уровень потребления 5000 МЕ, у кормящих беременных 10000 МЕ. Кстати, в красном пальмовом масле и именно неочищенном содержится 52 500 микрограмм провитамина А, неактивная форма витамина. Эта особенность позволяет организму синтезировать из провитамина такое количество витамина А, которое ему действительно необходимо. Среднесуточная доза витамина А для взрослых составляет полтора миллиграмма в сутки и на одну треть это количество должно обеспечиваться за счет продуктов, содержащих ретинол, животные продукты, что тоже касаемся правильного сбалансированного питания. Нету животных продуктов, вы недополучаете ретинола, что также важно. Две трети из этих продуктов, содержащих каротин, растительные продукты. Для того, чтобы получился витамин А в вашем организме, нам нужно потреблять и животные продукты и растительные. Животных одну треть, растительных две трети. Витамин А отлично растворяется в раздроченном вида жирах, но вот в воде совсем не растворяется. Поэтому ретинол усваивается лучше в большем объеме, если употреблять его в пищу одновременно с животными или растительными жирами. Вегетарианцам особенно важно помнить об этой особенности. Чтобы не быть голословным, вы видите таблицу содержания витаминов А на слайде, такая более расширенная, не полная, более расширенная, в приложении курсом находится. Опять же подчеркиваю, что в таблице отображены продукты, в которых может содержаться то или иное вещество, в данном случае витамин А. А вот содержится там он или нет и в каких количествах, это уже можно определить только лабораторным способом по каждой конкретной порции. Не вообще, а по каждой конкретной порции. Мы привыкли говорить о содержании витамина А, а именно каротинов, только в моркови. Конечно, красное пальмовое масло в 20 раз больше содержит каротина. Но для нас это, конечно, экзотический продукт и, опять же, он должен быть именно не рафинированным, не очищенным, не так легко у нас его где-то найти, приобрести. Не всем, по крайней мере, доступен. А вот кроме моркови, каротин содержится во всех овощах красного, оранжевого, желтого цвета. Именно каротины дают такой цвет этим овощам. Помимо этого, довольно богатым источником являются и зеленые пряные и салатные травы. И не стоит ими, кстати, пренебрегать. Тем более, из прошлых лекций вы должны помнить, что пряные травы улучшают микроциркуляцию в сосудах и, как следствие, всасываемость необходимых пищевых веществ из кишечника и его перистальтику. Немаловажно знать, как использовать источники, перечисленные в таблице, как у витамина А, так и остальных жирорастворимых витаминов. Продукты, содержащие жирорастворимые витамины, в обязательном порядке должны употребляться в пищу с какими-либо жирами, растительные масла, сметана, лецитин можно применять, посыпая салаты или добавляя в соки. Тот же лецитин порошковый. Едите растительную пищу, это, кстати, касается тех же вегетарианцев, веганов. Едите растительную пищу, едите животные жиры, тем же лецитином можно посыпать сверху ваш салатик, очень даже вкусно и полезно для вас будет. Степень измельчения таких продуктов, которая вроде как окажется незначительным вопросом, однако имеет очень существенное измельчение. Для максимального излечения витаминов из продуктов питания, особенно твердых, например, вот та же морковь, их надо как можно мельче измельчить. Ну, морковь тоже лучше вообще на мелкой терке натереть. И, естественно, добавлять любой жир. И тогда усвоение витаминов может достичь 70% от содержания в продукте. Биохимическая функция витамина А в организме. Это зрительное, участвует в фотохимическом акте зрения. Для зрения необходима альдегидная форма витамина А, ретиналь. Очень важный механизм, связанный с участием особого белка, родопсина, который связывается с витамином А, его альфа-форме, ретиналь, который меняет свою пространственную конфигурацию, и ее изменение, цис-транс, реализуется в передаче электрических сигналов в мозг в виде изображений. При дефиците витамина А развивается куриная слепота, отсутствие теневого зрения, когда человек в полутьме вообще ничего не видит. Ну, или видит очень плохо. Ну, одна из самых главных функций этого витамина – протекция, защита зрительных органов. Причем основную часть работы делают картиноиды, предшественники витамина, а не он сам. Но, по сути, это уже не важно, ведь в организме в равной степени происходит как реакция витаминного синтеза, так и окисление аксорактола и ретинола до каротиноидов. Непосредственно ретинол участвует в образовании ридопсина – главного зрительного пигмента, отвечающего за чувствительность зрения в различных условиях освещенности. Другие ретиноиды предохраняют слизистую оболочку глаз от высыхания, поддерживают ее увлажненность. Из всех каротиноидов можно отметить зеокстентин и лютеин. Они защищают глаза от таких заболеваний, которые приводят к слепоте. Это как помутнение хрусталика, катаракта, и деградация, дистрофия желтого пятна. Это разрушение центральной части сетчатки в результате патологии сосудов и нарушения питания, ишемии. Более подробно мы рассмотрим каждый по отдельности, лютеин, завестинтин, в отдельных лекциях. Следующая функция витамина А является структурным компонентом клеточных мембран. В связи с тем, что витамин А является жирорастворимым и к тому же обладает антиоксидантными свойствами, он встраивается во все жироподобные липидные структуры и, конечно, является структурным компонентом клеточных мембран. К сожалению, в большинстве случаев на этом не заканчивается рассмотрение витамина А, не учитывая того, что витамин А очень много других действий. И прежде всего то, что ретиноловая форма витамина А через ретиналь переходит в ретиноевую кислоту, которая по сути является уже гормоном. Отсюда у нас и следующий пункт. Помогает регулировать рост и дифференцировку клеток эмбриона, пролифирующих тканей. Это эпителиальная, костная, хрящевая. Это уже функция регуляции активности тканевой системы. Гормонозависимая функция. Организм использует ретинол в процессах построения эпителиальной ткани, клеточного слоя, покрывающего поверхность тела, его полости, слизистую оболочку дыхательной, пищеварительной, мучеполовой системы. Эпители служат материалом для образования большинства желез. Поэтому зачастую в комплексе лечения глазных заболеваний, болезни желудка и кишечника назначают ретинол. Под воздействием витамина улучшается регенерация кожи. Она очищается от прыщей, акне и даже от псориаза. Ретинол активно участвует в рационе ран, способствуя выработке коллагена. Недаром витамин А и целый ряд каротинов можно найти в составе лекарственных препаратов, используемых наружно и множество косметических средств. Ретинол служит важным элементом в энергетических процессах и пищеварении, регулировании скоплений жира, нормализации обмена веществ, восстановлении тканей. При поступлении в организм витамина А в достаточном количестве костная ткань и зубная эмаль развиваются в соответствии с физиологическими нормами. Важный компонент антиоксидантной защиты организма. Стимулирует реакции клеточного иммунитета, увеличивает активность текиллеров. Антиканцероген. Дефицит витамина А не только приводит к снижению зрения, а существенно снижает противораковую защиту. Причем это очень интересно. Стимулирующее действие витамина А на клеточный иммунитет при неблагоприятных воздействиях, облучении, химиотерапии, когда подавляется иммунитет, витамин А способствует его сохранению. Очень важный фактор для больных онкологическими заболеваниями, которых лечат химиотерапией, радиотерапией. С помощью витамина А можно значительно сохранять падающий иммунитет. Поддержание репродуктивной функции. При недостатке атрофии семенников, прекращении сперматогенеза, отсюда мужское бесплодие, кератинизация влагалища и матки. Протестерон. В числе прочих стероидных гормонов синтезируется при прямом касательстве витамина А. Стероиды в сочетании с витамином А обеспечивают здоровое формирование плода в материнской утробе и гармоничное протекание беременности. Помимо этой функции, ретинол-аксректол положительно влияет на функцию щитовидной железы. Антиатрогенные действия. Это снижение холестерина, тромбозов. Сердечно-сосудистая система. Естественная деятельность сердечно-сосудистой системы немыслима без ретинола, так как витамин играет в ней важную и разностороннюю роль. Снижает частоту и интенсивность проявления стенокардии до самого их полного исчезновения. Препятствует формированию холестериновых бляшек, а с ними предупреждает закупоривание сосудов и атеросклероз. Осуществляет профилактику инсульта. Вместе с тем, ретинол способствует образованию в крови холестерина высокой плотности. Его еще называют хорошим холестерином, укрепляющим им раны клеток и стенки кровеносных сосудов. Значит, очень важно. Витамин А поддерживает иммунитет у детей. Это особо актуально для часто болеющих детей. Здесь начинать, конечно, надо даже не с ребенка, а с его мамы, потому что у здоровой мамы и ребенок не будет болеть. Если уже речь идет о лечении детей, часто болеющих простудными заболеваниями, то витамин А можно смело называть антипростудным витамином. Тут надо обязательно обратить внимание, что данное действие витамина А возможно только при достаточном наличии цинка. Особенно у мальчиков-подростков, у которых цинк начинает расходоваться на синтез половых гормонов, и его физиологически не хватает в организме. И в таком случае действие витамина А вообще никак не проявляется. Проще говоря, витамин А оказывает неоценимое благотворное воздействие практически на все органы и системы. Соответственно синергистами витамина А являются цинк, витамины Е и витамин В3. К чему приводит недостаток витамина А? И особо тут надо обратить внимание, в каких случаях происходит снижение витамина А в крови. Снижение витамина А при инфекциях, опухолях, гипертириозе, это избыточная функция щитовидной железы. При приеме контрацептивов, микотоксинов, ксенобиотиков, барбитуратов. При дефиците витамина А снижается устойчивость к вирусам и бактериям. Гиповитаминоз витамина А у 60% населения на сегодняшний день, со всеми естественно вытекающими отсюда последствиями по состоянию здоровья. Гиповитаминоз А – это нехватка в организме витамина А, обусловленный рядом причин. Согласно клиническим показателям, количество витаминов в сыворотке крови в количестве 0,35 микромоль на литр свидетельствует о гиповитаминозе. Даже более высокие показатели уже служат тревожными симптомами введения его из печени. Наиболее часто гиповитаминоз можно обнаружить в весенне-зимний период при скудном на фрукты и овощи пищевом разнообразии. Ретинол эффективнее усваивается при употреблении вместе с жирами, поэтому их недостача также приводит к прогрессированию гиповитаминоза. Это тоже касается тех, кто неправильно сбалансирует свое питание, кто отказывается от жиров и т.д. Типичная городская еда, мясные полуфабрикаты, хлеб, макароны, белый рис постепенно тоже формируют нехватку ретинола, а употребление продуктов с пониженным содержанием жира вдвое не усугубляет данную ситуацию. Сопутствующей причиной нехватки ретинола может быть малый приток в организм витамина Е, так как он предотвращает распад витамина А, это тоже нужно учитывать. Возможно развитие хронического гиповитаминоза при заболеваниях желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Какие могут быть внешние признаки дефицита витамина А? Ломкость ногтей, ломкие сухие волосы, сухая кожа, ухудшение зрения. Ну не факт, что если у вас эти признаки появилось, то значит вам не хватает витамина А и надо сразу броситься потреблять витамин А в больших количествах. В любом случае надо сначала найти причину. Одни из признаков дефицита витамина А вот я только что вам назвал. У детей возникают наиболее чаще дефициты по витамину А. Здесь особенно надо быть внимательно родителям по отношению к маленьким детям. Ребенок в силу своего возраста не обращает на это внимание, а вы должны, увидев первые внешние признаки, задуматься. Также есть иные признаки дефицита, которые можно сразу обнаружить, причем самому. Это нарушение кроветворения, нарушение состояния эпителия нефронов и мочевыводящих путей. Многие современные диетологи и медики сходятся во мнении, что роль овощей и фруктов, как источник ретинола, значительно преувеличен. Поэтому есть вполне научное объяснение. Все дело в том, что витамин А и каротиноиды попадают в организм вместе с клетчаткой, различными кислотами. Из такой смеси извлечь нужное количество витамина куда более сложнее, чем из жиросодержащих продуктов. Поэтому специалисты по питанию рекомендуют вегетарианцам более тщательно относиться к планированию своей диеты и в достаточном объеме включать в нее белки и жиры. На сегодня все. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok